приветствую вас друзья с вами я шевченко александр и это канал академии счастья я рассказываю видео как улучшить состояние и улучшить свое качество жизни сегодня поговорим о том как справиться со стрессом он удаливает каждого человека в том или ином виде и это стресс он как происходит то есть что-то влияет на нас какое-то подавление вот это могут быть какие-то жизнеобстоятельства люди что-то экономические гнет то есть все это очень сильно разбалансирует тело и она начинает страдать то есть эти страдания проявляются по сути во всем это могут быть и физические какие-то недомогания психическое расстройство и отсюда и возникают психосоматические заболевания которых я говорил в одном из ближайших видео то есть это то как раз он влияет на тело то есть разум делает тело больным например происходит чека какое-то неприятное событие и это записывается в психике если например человек произошла потеря он потерял какую-то сумму денег или близкого человека или уволили его с работы это отражается на организме человека и у него происходит по сути вот это то что мы называем состоянием стресса то есть у него отключаются работать какие-то органы он начинает чувствовать беспокойство в отношении жизни начинает чувствовать что что-то идет не так то есть начинает чувствовать дисгармонию вот и в этом состоянии конечно жить довольно сложно потому что что происходит человеком он начинает трипыхаться как рыба в воде он начинает Это делать, это не делать У него появляется дисгармоничное состояние Когда он не может чётко и правильно действовать То есть он не может принять корректное решение И действовать на основе этого решения И вот в этом состоянии Он по сути не действует А скорее как бы Знаете, как рыба Она трепыхается, но не может плыть И как подвешенный на крючке И этот крючочек И есть вот это негативное переживание Которое есть у человека Например, вы могут подвесить на все что угодно то есть то на что его можно зацепить кого-то цепляют на например на деньгах кого-то цепляют на отношения кого-то цепляют там например на еще чем-то да то есть статус например и то есть вот таких зацепок у человека бывает достаточно много то есть допустим система она как работает она видит что у человека допустим на чем его можно зацепить где вот эти вот, ну, крючочки, да, подвесить, чтобы он заглотил их, и, соответственно, то есть, его подцепили, и он уже трепыхается и не может ничего сделать. То есть, таких людей, ну, вы видите в основном, да, в обществе, да, то есть, просто у кого-то этот крючочек свой, да, у каждого он свой, то есть, и, соответственно, чем больше таких крючочков у человека, тем больше его могут ловить, да, кому-то говорят, о, вот мы тебе дадим там новую работу, да, и ты будешь, там, нам верно служить, и вот это является крючочком, да, кому-то говорят, знаете, там, дадим денег, да, то есть, и вот подвязывая человека на денежную тему, кто-то подвязывается на отношения, да, потому что отношения тоже очень важны для нашей жизни, я имею в виду отношения с близким человеком, с мужем, с женой, с парнем, с девушкой, то есть, вот это взаимодействие, оно очень сильно влияет на человека, и когда у человека накапливается много вот таких вот подвешенных крючочков, он, как, скажем так, ну, по сути, не действует осознанно и легко, а действует на основе вот того, что его дергают туда-сюда, туда-сюда, и он не может никак осознанно остановиться и быть в настоящем моменте, то есть, быть в этом моменте здесь и сейчас, и, соответственно, чем больше таких вот крючков, тем разбалансировка больше. Давайте вернемся к стрессу, еще раз хотел просто сказать, что именно, как бы, как это возникает, то есть, стресс возникает тогда, когда человек не справляется с тем, что на него, воздействием, которое на него оказывается, потому что, если человека, например, оказываешь воздействие, бывает, человек, о, и он, наоборот, даже хочет с этим справляться, да, такой, как говорят, положительный стресс, да, то есть, человек мобилизуется, его защитные силы, и он начинает действовать осознанно, да, то есть, он начинает справляться с этим стрессом. Это как стресс, который оказывается на естественных условиях. Например, на животное нападает какой-то другой зверь, и он убегает. Стресс в естественных условиях. А второй момент бывает такое, что он постоянно оказывается негативное воздействие, и он не может не убежать. Когда на него влияет, он не убегает и не может дать отпор. Он под этим состоянием стресса находится постоянно. То есть, большую часть времени соответственно когда он находится в этом состоянии стресса то он не может ну ничего сделать да то есть он по сути как раб этого состояния и вот чтобы справиться с ним надо посмотреть на источники возникновения то есть что влияет на вас такой агрессор и что это происходит вас самих то есть какое состояние у вас внутри вот и почему это состояние вас возникает то есть откуда оно идет, это состояние, почему, например, вы наполняетесь стрессом, что вас цепляет это, какую зацепку это делает. И вот когда вы это уберете, эту зацепку, соответственно, стресс уйдет. То есть, если вы уберете, например, вот у вас есть какое-то внутреннее ощущение страха, вы исследуете его глубже, смотрите, откуда оно проистекает и находите случай, когда это впервые произошло, когда этот стресс образовался, вот когда появилось впервые это ощущение страха. вы это исследуете, и тогда происходит исцеление, да, то есть исцеление в каком плане, то есть вы смотрите, что это, откуда это произошло, и, соответственно, ваше состояние выправляется, то есть вы улучшаете, скажем так, ваше самочувствие, вы понимаете, откуда это истекает, и, сомненно, главное, вы урегулируете это, то есть урегулируете ту причину, почему это возникло в вас, и, соответственно, тогда вас уже не могут словить на этот крючочек, вот, и состояние ваше улучшается, и вы начинаете действовать особенно. Давайте посмотрим, как это работает, да, сейчас делаем небольшую практику, как уже принято в наших видео, вот, сядьте или лягте в удобном месте, где вас никто не потревожит, закройте глаза и создайте пространство для сессий, вот, потом ощутите себя в этом пространстве и ваше тело в этом пространстве, наполните это пространство любовью, посмотрите, есть ли какие-то негативные состояния, стрессовые состояния, которые, вот, проявляются у вас в вашем пространстве, когда вы это прочувствуете максимально глубоко, посмотрите, какие ощущения, какие эмоции возникают, да, то есть какие состояния, прочувствуйте это максимально глубоко, вот, и когда вы прочувствуете максимально глубоко, выберите какое-то одно из этих состояний, например там взяли ощущение страха да и посмотрите откуда она проистекает то есть откуда идет этот страх то есть ну какие случаи его проявляют и дальше посмотрите когда вы почувствовали это состояние да посмотрите откуда она проистекает какие эмоции проявляются да то есть и двигайтесь глубже в это состояние исследуйте его то есть смотрите откуда идет этот страх вот какие бы проявления, то есть прочувствуйте это максимально глубоко, насколько вы можете. И дальше этот случай перепроживите, то есть один, два, три раза, сколько необходимо, чтобы ваше состояние улучшилось. Вот, то есть, когда вы перепроживаете случай, делайте это с полными восприятиями, да, то есть, как будто вы проходите по-новой через этот случай, не просто вспоминаете, а перепроживаете его. Таким образом, ваше состояние будет восстанавливаться, и вы будете действовать осознанно и гармонично. Вот в таком состоянии можно быть и находиться, вот, если, например, что-то не улучшается, да, то посмотрите глубже, возможно, есть более ранние подобные случаи, где был этот страх. Вот, и таким образом вы сможете исцелить свои эмоции. То есть вы прочувствовались этот случай, дальше двинулись глубже, посмотрели, откуда это произстекает, перепрожили это, и если нужно, то еще более ранние подобные случаи перепрожили. Таким образом, происходит исцеление, то есть вы двигаетесь глубже-глубже-глубже и находите те моменты, откуда это все проистекает, ваше состояние выправляется. То есть вы начинаете действовать осознанно, во благо для себя и для других людей. То есть цель это перепроживание и улучшение вашего состояния, то есть чтобы вы почувствовали облегчение. Вот это цель этого процесса. То есть когда вы почувствовали облегчение, например, страх ушел, вы можете взять другое ощущение, если у вас еще есть силы на проработку. Если нет, можете просто завершить сессию и сделать следующую проработку к следующей сессии. Вот такие сессии можно делать самостоятельно на ежедневной основе. И, соответственно, таким образом улучшать свое состояние. И поэтому я рекомендую вам эти сессии проводить. Если что-то не получается или вы хотите более глубокой проработки, то вы напишите мне в вайбере, все мои контакты указаны под этим видео, также мои соцсети, можно написать в любой соцсети. Вот и таким образом мы сможем, я смогу сделать вам консультацию и рассказать подробнее о том, как это происходит. И мы сделаем сессию, где я покажу, как происходит эта проработка, то есть именно на глубинном уровне, чтобы убрать стресс из вашей жизни. Вот, друзья, все мои контакты под этим видео. Если видео вам понравилось, то ставьте отметку «нравится», подписывайтесь на мой канал, если вы не подписчик еще, добавляйте друзья в соцсетях, конечно же, включите колокольчик для напоминания о новых видео и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, он тоже будет им полезным и приятным. Вот, и, конечно же, вот сейчас на экране у вас появятся новые видео. Это видео о том, как изменить судьбу и видео о том, как проходит процесс инчайл. Обязательно посмотрите их. Вот мой канал, подписка на мой сайт, точнее, подписка на мой сайт, на мой канал. Вот, заходите, смотрите, там очень много информации полезной и важной. Вот, а на сегодня мы будем завершать. Вот, напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. Я вам желаю осознанности, любви и до скорой встречи, друзья. Всего доброго. Продолжение следует...